Николай II вступил на престол с твердым намерением следовать курсу своего отца, Александра III, охранять начало самодержавия. Однако проблема состояла в том, что обозначенный политический курс уже не соответствовал новым реалиям и на практике носил противоречивый характер. Кроме того, необходимо заметить, что в истории государственного управления начала века сыграли большую роль непосредственные проводники реформ. Под руководством ВИТО был реализован ряд экономических мер, которые способствовали индустриальному развитию страны. Именно ВИТО инициировало в 1891 году строительство уже известной Транссибирской железной магистрали. Под его руководством же была проведена денежная реформа 1897-го, по которому в основу кредитной системы вводился золотой рубль. В итоге рубль стал самой устойчивой валютой в мире. С другой стороны, в сфере социальной, несмотря на признание необходимости проведения реформ и даже создания ряда комиссий, было сделано немного. В условиях нараставшего крестьянского движения законодательно была реализована только отмена круговой поруки и только издание в 1904 году законов, которые облегчили переселение и паспортный режим для крестьян. Вместе с тем росло статичное забастовочное движение рабочих. Все чаще к их экономическим требованиям стали примешиваться политические. Забастовки при этом жестоко подавлялись. Попыткой решения этой проблемы стало формирование легальных рабочих организаций. Инициатором первого из них стал Зубатов. Однако данные меры не предотвратили Первую русскую революцию 1905-1907 годов. Революционные события привели к ряду значительных изменений в государственном самодержавном укладе. Николаем II был учрежден новый орган – Государственная дума, которая была наделена законодательными правами. Однако император имел право досрочно распустить думу и назначить перевыборы. Кроме того, был издан известный манифест 17 октября 1905 года, по которому провозглашалась свобода совести, свобода слова, свобода вероисповедания, а также неприкосновенность личности, отменялась цензура, легализовывались профсоюзы, сокращался рабочий день и даже повышалась заработная плата. Таким образом, произошло ограничение самодержавия, и рабочие в некоторой степени добились улучшения своего положения. Тем не менее, не обошлось без сужения избирательного права. В первой редакции избирательного закона не учитывалась вообще возможность выбора представителей от рабочих. Позже эта поправка была учтена. Тем не менее, выборный процесс был ослажден многоступенчатостью и неравноценностью голосов разных сословий. К примеру, один голос помещика равнялся трём голосам представителей буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Тем самым создавалось существенное преимущество для представительства в думе помещиков и буржуазии. Внутреннюю политику в послереволюционный период следует охарактеризовать преимущественно как консервативную, но с элементами реформ, которые были необходимы для предотвращения новых революционных волнений. Автором такого политического курса стал Пётр Аркадьевич Столыпин, на тот момент председатель Совета Министров. Столыпин вошёл в историю с аграрной реформой, названной в его честь. Суть реформы состояла в замене общинного крестьянского землепользования индивидуальным, с целью формирования прослойки крестьян-собственников. При этом вспомогательной ролью стало играть организованное переселение. Это помогло ослабить социальную напряжённость в деревне. Большинство переселенцев сумело удачно устроиться на новом месте и поспособствовать таким образом освоению сибирских земель. В течение семи лет фактического действия Столыпинских аграрных преобразований были достигнуты заметные успехи в росте сельскохозяйственного производства. Однако благоустроенность крестьян должна, по мнению самого Столыпина, сочетаться с расширением их гражданских прав, а также к повышению уровня их образования. 3 мая 1908 года был издан закон о введении обязательного бесплатного обучения для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Вместе с тем, расходы на образование возросли втрое. Количество начальных школ увеличилось в полтора раза. Однако осуществить программу намеченных преобразований Столыпину не удалось, так как он встретил резкое противодействие со стороны правых сил во дворе, в Государственном Совете и в Государственной Думе. За время правления Николая II было созвано 4 Государственные Думы. Первая Государственная Дума проработала всего 72 дня. Она была распущена царским указом из-за разногласий по аграрному вопросу. Вторая Государственная Дума по составу оказалась гораздо левее первой и более радикально настроена. Множественные конфликты с властью стали одной из причин краткого периода ее деятельности. Параллельно с работой Второй Государственной Думы был разработан новый проект избирательного закона. Николай II снова распустил учреждение в Государственную Думу и объявил об изменении избирательного закона. Это событие вошло в историю как Третье июньский переворот. Новый избирательный закон предусматривал сокращение представительства от крестьян, от рабочих в 2,5 раза, а представителей от национальных окраин в 3 раза. Все это сопровождалось увеличением думских мест для помещиков и крупной буржуазии, которые в общей сумме на тот момент представляли менее 1% населения всей страны. Третья Государственная Дума стала единственной, отработавшей свой полный пятилетний срок. Столетний юбилей революции 1917 года всколыхнул интерес к событиям вековой давности. Лично самого императора и по сей день тщательно изучается и оценивается. Как отмечают современные исследователи, к сожалению, эти оценки продолжают носить политизированный характер. Историками до сих пор изучается феномен Института Государственной Думы, ее особенности, становление парламентаризма в стране вообще, государственный и финансовый контроль за деятельностью учреждений в империи, политика в национальных окраинах и самоопределение этих окраин. Субтитры создавал DimaTorzok